Сейчас с нами на прямую связь выходит из Франции юрист-политолог Заур Садых Бяйли. Заур Марин, здравствуйте. Добрый день, Олег. Налицо военные преступления, совершенные армянскими вооруженными силами во время Первой Карабахской войны, во время оккупации Армении территорий Азербайджана. Около 4 тысяч человек тогда пропали без вести. И сейчас Азербайджан поднимает этот вопрос на самом высоком уровне о том, чтобы выяснить судьбы этих людей. Армения вроде на словах говорит, что будет сотрудничать. С другой стороны, мы понимаем, что это явные следы военных преступлений. Каким образом может Азербайджан действовать сейчас для того, чтобы донести эти факты? Это даже не предположения, а факты, которые азербайджанские службы, Министерство здравоохранения, МВД и так далее, которые выявляются. Как сделать так, чтобы на это была реакция, чтобы мы все-таки смогли добиться от Армении, выяснить судьбы этих 4 тысяч наших соотечественников? Ну, Олег, во-первых, да, касательно, значит, обнаруженных останков, конечно, Аллах Рахметаля Сын. Это, значит, нужно, конечно, выяснять, являются или все они военными, или среди них есть и гражданские. Это большой будет кропотливый труп. Знаете, весь мир был потрясен бучей и другими, значит, местностями в Украине. И сейчас, я думаю, международное сообщество более чувствительное к этому, чем может быть когда-то раньше. С другой стороны, конечно, налицо, правильно сказали, это квалификация, правда, не только военное преступление, это преступление против человечества, это одновременно, может быть, геноцид он как-то исключен, потому что там от количества людей зависит от характера, хоть жалы, это геноцид, например, да, это налицо. А здесь, конечно, это военное преступление, оно регулируется римским статусом. Восьмая статья, с первого по пятьдесят девятые параграфы, как их называют. И несколько раз в истории это постоянно обновлялось, потому что несколько раз в истории были такие преступления с 1864 года, потом девятый, двадцать девятый и сорок девятый год. И вот то, что нас сегодня интересует, это четыре конвенции Женевской сорок девятого года, и в них точно прописано, что статус военнопленных, что к ним нельзя так относиться. И, естественно, в данном случае то, что нас интересует, это характерным признаком является то, что руки у этих людей, у этих солдат связаны. Конечно, опять я говорю, это будет идентификация, долгая, кропотливая работа, сбор фактов. Ну и есть второй момент, значит, нужно будет производить идентификацию тех оккупантов, которые там были в то время, тех сепаратистов или кто там был, значит, нужно будет производить идентификацию. Я так понимаю, что в нашем законодательстве уже есть правовая база, чтобы это, значит, никогда сроки эти не закрылись. Вопрос в другом. Вопрос в том, что, к сожалению, в международном уголовном праве преследование закрывается со смертью, значит, инкриминированно. То есть нам нужно производить родственные мероприятия и, значит, попытаться арестовать или поймать, или попросить выдущего людей, которым инкриминированы эти преступления, чтобы они не ушли безнаказанными. Потому что, смотрите, вот в Ходжалах более 600 уголовных дел возбуждено, и в нас в законодательстве есть такой момент, когда мы не можем поймать обменяемого, он скрылся, находится в другой юридикции, вследствие оно как бы заторможено. Я думаю, что это большой вопрос к нашим, значит, законодателям. Нужно что-то менять. Есть, конечно, идеи. Можно создать свой трибунал, который касается бывших авторных территорий. И, значит, уже, поскольку фамилии некоторых из них известны, и они еще живы, им нужно уведомлять и вызывать их в суд. И тогда никакие сроки им не помогут. То есть это есть, во Франции, кстати, часто принимается, если такое называется по контюмассу, то есть в отсутствии обвиняемого можно провести суд и приговорить, значит, к этим срокам. Это означает, что даже никакими они героями нигде никогда не станут, как этот, значит, генерал, да, помните, да, которого в Армении чествует героем. На самом деле это военный преступник, который как бы избежал, значит, наказания. Это первое. Второе, то, что вопрос ваш, как это сделать, чтобы донести до мирового сообщества. К сожалению, в эти последние дни, в связи с событиями на границе, которые были в сентябре, опять полностью запущена армянская вот эта пропаганда, машина, эти продажные депутаты, значит, сенаторы, избранные лица и журналисты. Я говорю, в частности, в Европе, во Франции, да, вот таких, где у них диаспора сильная. Очень большая кампания идет против Азербайджана. И, значит, появился такой осадок безнаказанности этих радикальных элементов. Вы знаете, что 1 октября они опять позволили себе нападение на посольство. В этот раз, конечно, они ограничены граффити, но все равно опять предоставлена нота. И поэтому я вам скажу, Олег, мое мнение не изменилось. Я думаю, что в кратчайшие сроки это такое стратегическое значение имеет для нашей нации. Нужно открывать международный азербайджанский канал, французско-францоговорящий, 24 часа в сутки, заключать договора со всеми провайдерами интернета во всех странах мира, даже с Элоном Маском, с кем хотите. И чтобы во всех каналах, со всех спутников, на французском языке, во всех странах мира, мы могли, международного общественного мнения, то, что сейчас происходит, вот эти кадры, значит, обнаруженные останки и так далее, это, конечно, нужно везде показывать в интернете, в Твиттере, все наши диаспоры и все наши, значит, интернаты должны к этому подключиться, потому что чем больше людей это узнает, тем больше, значит, это, значит, чтобы об этом не забыли. И второй момент, я думаю, что у нас есть все-таки преимущество в силе, потому что азербайджанцев все-таки в мире 40 миллионов, и в Азербайджане, и за рубежом. Я думаю, что международный уголовный суд нужно забросать твитами, забросать, значит, посылками, бандеролями, мейлами с этими кадрами и требовать, конечно, это обущение международного права, потому что вы знаете, что только ООН может подать в международный суд, там есть право, значит, вот эта проблема света, потому что его могут заблокировать. И я думаю, что это тоже нужно менять, потому что вот в общем праве, обычно, если совершено преступление, любой прокурор, он может самовозбудиться. И вот это понятие самовозбуждаемости международного уголовного суда, его нужно привести в действие, потому что так не пойдет, совершаются преступления, и у нас опять получаются двойные стандарты, потому что весь мир содрогнулся, когда, значит, произошли вот эти события в Буче, в других городах, в Ирпине, и это уже как бы совершенный факт, и поэтому, значит, никто уже в этом не сомневается. А вот теперь то, что касается бывших оккупированных территорий, опять вот эта армянская пластинка будет поставлена, опять они это сокроют, потому что какие-то кадры, которые, может быть, может быть, никто не знает, касаются или нет наших военнослужащих, сразу по всем каналам это облетело, везде это сказали, на всех радио это написали, во всех газетах, Лемонт и там все эти, значит, воспевала армянские, везде это все написали. То, что касается преступлений нашей территории, да, он вышел в первую территорию, вот сейчас конкретного факта, и 4 тысяч пропавших без вести, об этом почему-то мало говорят. Я думаю, что единственная наша возможность, это перейти, значит, в наступление по всем фронтам, и я думаю, что это самое главное, что мы должны и можем сделать, это вот эти 24 часа, я вас уверяю, то есть там не нужно 24 часа сидеть, значит, в эфире, как мы с Эльмиром и мы с Азадой сидели 4 часа, да, но это нужно записывать и потом пускать, как они делают этот ролик, который всю ночь крутится, и знаете, что это можно сделать с помощью спутников, когда здесь ночь, там день, и во всем мире, где говорят на французском языке, я вас уверяю, это произведет эффект. Я вас благодарю за развернутый комментарий, за ваш ответ, большое спасибо. Я напомню, на прямой связи с нашей студией из Франции был юрист-политолог Заур Садрбайли. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok